Каким человеком пользуется Бог в жизни? И я подхожу под эти критерии или не подхожу? Я тоже себя так проверяю, слушаю, просматриваю и думаю, ну действительно, и тут поправить надо, и тут, и тут, и так хорошо. И вы знаете, друзья, и я над этим вопросом задумался. Ну, вообще я думаю так, друзья, Бог пользуется теми людьми, которые отвечают определенным условиям. Но первое условие, друзья, это чистота сердца. Чистота сердца. И иногда вот мы переживаем, что мы не такие способные, вот не так поем, не так говорить слово можем. Один человек смущается всегда, вот я не могу выйти так слово, как этот брат знаменитый скажет, да? А другой говорит, я не могу спеть, как и вот эти вот люди. Не могу я. Ну ты же можешь другое сделать? Ну что-то там пойти. Можешь? Могу. И если будет у тебя чистое сердце и желание Господу послужить, воспользуется тобой Господь. Обязательно. Вы знаете, вот в Тимофею, ну и Коринфянам есть такое место, хотя там одно к служителям, а другое о Доме Божьем идет речь. Написано, что Бог воспользуется сосудом не просто потому, что он деревянный отвергнет, да? Или глиняный. А золотой возьмет и серебряный, а эти каменные отставят в сторону. Нет, друзья. Так вот, по Тимофею, который сосуд чистый, он и будет употреблен Богом в Доме Божьем, для того, чтобы пользу принесли. Итак, первое качество. Каким человеком пользуется Бог? Это тот, кто чист сердцем, друзья. Итак, постараемся, друзья, примем все усилия для того, чтобы иметь чистое сердце. Так и написано, Евангелие от Матфея, пятая глава, только чистые сердцем увидят Бога, и они могут быть полезными для нашего Господа. Второй момент, второй момент, тоже важный для нас, это смирение, друзья. Ну, во-первых, Бог гордым людям, которым знают себе цену, которые, знаете, могут не просто вот совершать служение, а иногда почему нет успеха в служении, друзья, а иногда служение осуществляется для того, чтобы себя подать хорошо и красиво, для того, чтобы свое пение, знаете, вот так вот, я помню, один ансамбль знаменитый приезжал к нам, и христианское пение, и все знаменитое, и сестричка стоит, и я ее знаю, и она стоит и поет, и красиво одет, и все, и она по залу стреляет глазами. Она знакомых вспоминает. Они во время пения, благовинной пения, она улыбнется так незаметно всем. Ну, я не знаю, может, кажется, незаметно это. Они верующие, которые были в зале, их там человек 150, наверное, было, они эти вещи замечают, друзья. И вот, что важно для нас, друзья, вот себя подать или Бога прославить, вы понимаете, это тоже важное качество. Написано, Бог гордым, что? Почему? Потому что Бог гордость, друзья, вообще не приемлет совершенно. Вот Он только смиренным и дает эту благодать. Я такой пример приведу, друзья. У нас вот лагерь раньше проходил, ну, в Донецкой области большой лагерь, типа, как на Кавказе, только поменьше количеством было. А так примерно все так было устроено. И там вот все эти общения, все там, ну, очень прекрасное вспоминание. Гости, которые были у нас тогда, все очень были рады и довольны. Ну, и поскольку очень много разной молодежи, а молодежь, она разная, и общение у них тоже разное. И здесь, в центре, вот там, знаете, вот вечером, когда за палаткой там, где темно, тоже у них там свое общение. И братьям нужно всегда иметь вот такие фонари там ходить, проверять, вникать. Или даже днем. Ну, и пока собрание начинается, а там, смотрю, вот такие туалеты стоят. Думаю, пойду-ка я туда тихо. Исчезли вот люди, которые должны быть на глазах. Вот некоторые люди должны всегда быть на глазах. Они исчезли. Думаю, где что они делятся? Захожу за туалет, и там лес такой густой, и сзади захожу. И смотрю, а там вот происходит процесс определенный. Некоторые братки уже сняли футболки, и так уже настроились два. Один крупный такой, один худой. И думаю, ну сейчас, ну горе будет целое. И группа сочувствующих с той стороны и той. Давай, давай. Вы представляете, в самый неподходящий момент появляюсь я. Я говорю именем Иисуса Христа, стой, говорю. Они раз замерли. Опусти руки. Он опустил руки. Дышат уже, знаете, так. Вот последний миг. Вот Бог так делает. Вы представляете. Я говорю, футболки одеть. Они одевают. Так, сюда пошли. Я говорю, на совет. Сейчас перед всем лагерем будете встать с позором, и высылаем вас вон всех. И вот эти, которые, группа поддержки. Я говорю, все на колени. Я говорю, на коленях до самой этой идите. Они так перепугались, вы знаете. И смирились. Эти разбежались быстренько в лесу. Ну, это и цель была. Уже поддержки нет, те уже обмякли. Я говорю, так, со мной я вас арестовал. Все, идем на совет братский. Привел их туда, сдал братьям. Там их стращали, увещевали. К покаянию призывали. Никого не отправили. Но инцидент разрешился. И я сижу и думаю, Господи, слава тебе. А почему? Я. Большое я. Вы представляете? И как можно с таким я в жизни находиться? И вот когда у нас там был детский заезд. Ну, последний, обычно это подростковый бывает. И такая ложбина. И она, так знаете, амфитеатром была. Сосны такой. Прекрасный летний вечер. И там много людей вмещаются. И костер. Огромный костер себя делали в середине. И на последний костер, он очень большой был костер. Ну, лесник за нами наблюдал. Мы согласовывали с ним эти вопросы. И, в общем, костры проходили хорошо у нас, дружно. И на последний костер всегда, не знаю почему, из березы, не знаю почему, почему-то сырой. Я такое делали, большое я. Сбивали его там гвоздями, скручивали чем, саморезами. И вот оно полосатое я. Полосатое я такое, знаете, его вечером видно в костре. Горит костер, больше языки пламени. А я стоит и все. И горит уже, трещит. А оно сырая береза. Обуглится. И стоит это я упорно, до конца стоит это я. И аж пока она упадет, это я, с гроха, там, знаете, фонтан искр, там, сестры, а, там, шум, братья, радостно, там, все. И вот в этот момент кто-то изъясняет эту тему. Какое у нас большое и твердое, и, простите, такое толстое я. И как оно Господу не нравится. И пока Господь вас сокрушит, тогда только наше сердце становится чистым, сокрушенным, негордым. Тогда нами может воспользоваться Бог в нашей жизни. Дорогие друзья, итак, второй момент, это смирение. Первое, чистое сердце, второй момент, смирение. И третий, это желание человека Господу послужить. Когда Господь ищет тех, кто может что-то сделать. Вот знаете, я вообще тоже сегодня присоединяюсь к этим дифферамбам в адрес молодежи. И хочу сказать, я рад, что вообще молодежи здесь много. Я этому рад, я откровенно этому говорю. Почему? Потому что всегда есть нужда с кем-то идти на дело Божье, друзья. Можно и с пожилыми идти. Кстати, один из принципов первых христиан, на которых я не успел сказать, они ходили попарно. Пожилой и молодой. Пожилой и молодой. Они искали молодых к себе, которые способны воспринять истину, учение. И дальше этих молодых они уже оставят. Эти молодые пойдут, найдут себе друзей, передадут им истину, способны и других научить. И так расширяться будет дело Божье. И старый, и молодой. Вот возьмите классический пример. Апостол Павел и Тимофей. Всегда есть так в жизни, друзья. Всегда. И в жизни у нас всегда такое бывает. И когда возникает вопрос, кого послать, молодежь, братья и сестры, вы не отсиживайтесь сзади и не прячьте голову вниз, а скажите, вот я, пошли меня, как сказал пророк Исаия. И Бог вас благословит, друзья. Я вот помню, когда мы молодые были, и у нас очень мало осталось молодежи. Ну такая церковь наша, та, где я раньше был, перенесла очень много страданий. Персвитера посадили, молодежь разъехалась, много на Кавказ уехала, там как-то тише было. И, ну, в некоторой местности. И очень много там кто-то соблазнился. И я пришел в эту церковь, и еще там два или три нас было молодых людей. Не было молодых людей, ни на кого было опереться. И прессвитер вот часто, ну, совершал. А прессвитеров вообще было очень мало. Единицы тогда, в те годы. И вот собирались братья. Это у нас сейчас вот такие конференции, негде поместиться. Да Бога благодарить надо. А тогда общения областные, это вообще были небольшие. А межобластные, чуть больше, чем областные. Межобластные общения. Служителей посылали на межобластном распределении, поедь, брат, в ту область, и соверши вот там, вечерю Господнюю, там, и все остальное. И братья оставляли в своей церкви, ехали, некому было. Тогда время было трудное. И часто брат прессвитер, ну, он уже в вечности, и он часто задавал вопрос. Братья, кто со мной поедет на братском? И тишина. Тот больной, тот, там, еще что-то, паспорт забрали, и некому ехать. И я сидел, сидел. А если я подумал, ну, не считал, если я достойный. Ну, как я могу с прессвитером на такие возвышенные служения ездить? А потом смотрю, никто не поднимает руку. Я говорю, Михаил Михайлович, а меня возьмете? Можно я с вами пойду? Он поехал, говорит, на меня, поехали. И вы знаете, вот сколько уроков можно получить, пока ты едешь в дороге. Например, мы сели, тогда дизель ходил, Данис Кростов. Свободно дизель ходил. Мы сели с ним в электричку, и люди неверующие, и какие-то преподаватели. А он простой человек, он рабочий, и я тоже. И вот он говорит, слушай, он даже мне ничего не сказал. Он обращается ко мне при всех, говорит, а что вы думаете о Христе? Чей он сын? Словами Писания, помните, да? И уже сразу постановка вопроса, и надо ему отвечать. И я ему отвечаю, а он вроде меня не знает. И начинает мне с Ивангеля отвечать. И эти преподаватели слушают, смотрят на нас. И так всю дорогу было. И они забыли, что они преподаватели, что там они как бы считали умнее нас, и смеялись. Все забыли, друзья. И до самого Иловайска была хорошая беседа. Вот понимаете, какие уроки можно... Вот вместе возьми меня, я пойду с тобой. Друзья, Бог вас благословит. Вот, приехали мы в Таганрог, а тогда церковь... Какие там дома молитвы? Их тогда вообще не было, друзья. По домам собирались. Церковь вообще была маленькая, пресс-фитера не было. Даже группа, можно сказать. Ну, церковь такая очень-очень была слабенькая. И там какие-то проблемы, вопросы. Вот мы приехали в дом, где проходит собрание. У хозяевов сидим. Стол такой круглый. Знаете, вот такие столы были раньше обеденные, раздвигались круглые. Знаете, вот когда соберут их, старые вот еще встречаются. И вот там, на этом столе лежит гора целая, лекарств каких-то, пилюли там, журналы старые, газеты, очки там. Ну, всякого такого, знаете, как вот у бабушек бывает. А это такие люди, ну, вот примерно моего возраста, может, на тот момент были. И я молодой пресс-фитерси, где-то он их долго слушал, выслушивал все их проблемы, какие-то... Ну, что у них там церковь и прочее. Как их не понимают здесь. Он, говорит, потом так крякнул, говорит, «А у вас можно водички попить?» Они пошли, побежали водички ему попить, принести. А он поднимает пачку газет. С той стороны завалено. И в этой беседе он им задал вопрос, «А вы, как вы Библию читаете?» «Как вы слушаете?» «Ой, брат, читаем». Ну, вот уже опять на свое начинается. И он поднимает газеты, пачку газет вот этих, где лекарства сверху, и Библия лежит. Знаете, такая настольная. Вот раньше московского выпуска были такие. Их достать, их милиция не конфисковала при обысках. Потому что в Москве были изданы. Редкость была тогда эта Библия. И эта Библия лежит, вот Библия лежит на столе, и на ней слой пыли. Вы представляете себе? И он так провел пальцем, и мне показывает молча. И я понял, почему проблемы в этой семье? Почему проблемы в душах у них? Понимаете? Почему проблемы? И он только вот так сделал, да и показал мне. И все, друзья. Какой урок? Вот какой урок? Я с ним поехал, я не пожалел, друзья, не пожалел. После смены не выспался, я никогда не пожалел. Этот урок на всю жизнь, друзья. Если желание у вас будет Господу послужить, всегда будет возможность. Бог вас благословит. Итак, третье желание послужить нашему Господу. И Бог благословит вас. Четвертый момент, вот это тоже для нас важный, друзья. Кем пользуется Господь? Этот человек верный в малом. Вот верный в малом. Ну, я продолжу за нашего пресвитера. Ну, местописание хочу напомнить. Матфея, 25 глава. Помните, 21 стих. Господь созывает. Ну, Господь в данном случае там в форме иллюстрации идет. Как хозяин созывает рабов своих и говорит, а ну-ка дай отчет за эти там таланты и прочее. И он ему приносит 1,5 там все. Он говорит, молодец, верный и добрый раб. Ты в малом был верен. И я тебя поставлю на дно. Друзья, я вот вернусь к этому повествованию. Я скажу, что я часто соглашался с ним носить сумочку его. Вот он идет по вечере Господней. Машин тогда вообще не было. Мотоциклы были у некоторых. Это считались хорошие люди, состоятельные. Ну, мотоциклы. Машин вообще не было тогда вообще. Почти ни у кого. Один москвич у какого-то был там. Это целое дело было. И вот пешком из района в район надо идти и совершать там, посещать и прочее, и прочее. И я с ним иду. И он тоже. И устали, конечно, ясное дело. И вот я несу просто сумочку. Вот как Елисей. Знаете, ходил за Ильей и носил сумочку. Ну, что он делал, да? Ну, не особо. Подавал воду на руки там. Ну, и он учился. И Бог его благословил, друзья. Вот если у нас есть эта внутренняя верность в малом. Не много надо делать. Но надо делать регулярно. Надо делать не отказываясь, не по погоде. Не смотреть, как тебе там другие относятся. Иди и делай свое дело. И Бог благословит, друзья. Я помню, пришли в одну... Вот в один дом. В один дом пришли. И там, значит, бабушка. Пожилая бабушка. Она уже такая совсем сухенькая, маленькая. Она сохлась. Вот она по форме напоминала подросточка небольшого. Вообще сухенькая. Вот высохли руки у ней, как вот кожа и кости. Лицо такое. Она еще живая. И она живая. И она лежит так, лежанка такая за печкой, такая теплая, к печке. И она лежит. Ну, мы пришли, поприветствовались. Просвитер говорит, ну, вот надо совершать вечерю Господнюю. Вот что делать? Он меня молодого спрашивает. А я откуда знаю? А он сам тоже переживает. Что делать? И он говорит, ну, вы посадите ее. Ну, тетя Надя взяла ее, посадила подушками, обложила, она села. И он беседует с ней. А вот такая практика есть у братьев, что если человек уже не понимает вечерю Господнюю, то ему не преподавали. И она совсем бабушка. Он говорит, она уже высохлась. Она говорит, вот сейчас зададим пару вопросов, помолимся. И он спрашивает ее. И называет по имени отчества. Скажите, вы меня помните, узнаете? Я говорю, я брат Миша. Она посмотрела на него так внимательно. Нет, не помню, вообще не помню. А кого вы помните? Церковь помните? Ну, помню. Говорит, ну, очень плохо помню. Он тогда уже так, знаете, у него такая прыжка, он так крякнет. И он говорит, а Господа вы помните? О, Господа, помню, конечно, помню. Это мой Спаситель. Он же меня спас. Он же меня ждет к себе. И я вот молюсь днями и ночами, Господи, возьми меня к себе. Я уже так устала вот в этом сухом теле мучиться. И она так, давай нам увещевать. Вы знаете, до слез, друзья, до слез. Я удивился в вере этого вот щедушного, вот этого маленького комочек жизни остался. Сколько скорби пережила. И я думаю, какой урок? Вот откажись от Спасителя идти, какой урок? Я ничего, я сумку ему несу. Он там идет и дело Божие делает. И опять, он говорит, еще не устал. Я говорю, нет, пошли дальше, следующий. Идем в следующий двор через забор. Другая бабушка, другая бабушка, такая, ну, чуть покрепче. Ну, тоже ее посадили, она там сидит. Да, беседует. Он опять свои вопросы. А я же учусь у него, понимаете? Вот случись не будет, в жизни вот приходится. Ну, кто передаст, друзья? Вот на семинарах такого не рассказывают. Где это учиться? В практике жизни, друзья. Никогда не стесняйтесь ходить с пожилыми, верность проявлять и в любом деле труда. Никогда нет. И это бесценный опыт. Ты его не научишься? Нет, друзья. В семинарии какой-то и так далее. И вот он опять ей вопросы задает и говорит. Ну, по имени отчества называет. Вот вы меня помните. Она, ну, так, немножко помню. Ты вот брат Миша. Он, да, говорит. Я вот пришел к вам с вечерей Господней. О хлебе там, о вине. А как это? Ничего не помнит она. Ничего не помнит. Хотя моложе той бабушки лет на 20. И вы знаете, он тогда задает вопрос, с другой стороны заходит. Скажите, сестра, а как вы жили? Как вы жили, что вы пришли вот к такому итогу? Написано, апостол говорит, я течение совершил, веру сохранил. А у вас что? У вас же обломки. Как вы пришли? О, брат Миша, как я жила. Я так жила. И как начинает, и где слова взялись, и память включается. Почему? Чем наполнен человек был, то и в старости, друзья, оно костенеет и превращается вот в это, что одно и остается. И что она рассказывает? Я так работала на заводе. Моя фотография всегда висела на доске почета. И меня все знали, и меня все уважали. Я такие премии получала. И какой-то вымпел давали. И что она только не рассказывала. Михаил Михайлович потерял терпение. Опять так говорит. Ну все, сестра говорит, мы помолимся и пойдем. Он видит, нельзя совершать вечерю Господнюю, друзья. Но где эти уроки получишь? Вот где получишь? Вы понимаете? Берешь сумочку и идешь с пресс-фитером. Или что-то другое делать? Можно, друзья, и нужно делать. И Бог благословляет тех, которые вот так просто... Итак, четыре пункта. Давайте перечислим. Первое. Чистое сердце. Второе. Смирение. Третье. Желание человека послужить Богу. Четвертый пункт. Это верность в малом. Но, друзья, когда мы не отказываемся совершать самый незавидный труд, вот в доме молитвы, может нас попросят там помыть полы. Или на кухне прибрать. Или что угодно, понимаете? Или копать. Но любой труд, любой, у братьев и сестер, и мы не отказываемся, понимаете? Мы не отказываемся. То Бог, видя нас и наши отношения, Он нам больший труд поручает, друзья. Я вот вспоминаю и тех вот, друг мой, я сказал, несколько человек у нас в церкви было. Те, которые не отказывались от труда, они в дальнейшем все получали большее благословение. И служение совершали в жизни. А которые, знаете, вот всегда уклонялись от этого. Я потом проверял, вот жизнь их просматривал. Знаете, иногда вот лежишь так, вспоминаешь жизнь свою. А у них у всех, ну, не жизнь неустроенная, друзья. Они сами благословение Божье, которое хотел им дать Бог, они отвели своими руками от себя. Итак, друзья, прежде чем нам выходить на служение благовестия, нужно еще один момент для нас все-таки, ну, выяснить. Мы вот недавно благовествовали, и я уже так устал. И даю женщине вот газету, приглашение, хочу с ней беседовать, разговор вступаю. Она видит, а я уже устал, я хрипший был такой. Она посмотрела так на меня внимательно, говорит, слушай, вот это все, что ты мне говоришь, ты хоть сам-то веришь, говорит, в это. Вы понимаете? Я говорю, верю, потому я с вами, говорю, здесь и общаюсь. Ну, если так, давай, раз газету, и не буду с тобой разговаривать. И пошла. Ну, взяла, потом вернулась, говорит, я еще возьму. У меня, говорит, бабушки и соседки возле подъезда. Дай еще, сынок, я еще ей даю. Друзья, этот вопрос для нас тоже очень важен. Благоествующие, прежде чем выходить в открытое соприкосновение с миром, все-таки должны быть сами уверены в том, что они спасены. Понимаете, друзья? Они спасены. Ну, вот у нас в практике, в догматике вероучения объясняется о том, что спасение совершается как бы из трех, ну, таких факторов, с основных частей. Первое. Это уверенность в спасении. Это уверенность первая в том, что ты получил спасение лично сам. Ты его пережил, спасение. Вот апостол Павел, посланник Тимофею, говорит такие слова. Я был хулидел, я был обидчик, я был негодный человек, но я помилован Богом, и он мне вручил спасение. И я рад, что я могу быть полезным в винограднике Господне. Ну, я с вами с вами говорю, да? Он пережил. И когда у вас случится ситуация, когда у вас жизнь будет проверять на излом, друзья, а это обязательно будет, поймите, то вы можете проверять себя, и вы можете быть спокойны. Вы пережили. Это и есть возрождение, друзья. Это вот эта начальная, начальная как бы стадия спасения. Если вы лично пережили возрождение свыше, вы имеете уверенность, да, я спасен, я спасена. Я могу эту истину вам предложить, и вы можете на что-то опираясь, людям сказать. Вот второе, уверенность в настоящем спасении. Спасение, которое Бог нам дал, Он дал нам как бы в кредит, как бы вперед нам дал, друзья. И, конечно, если у нас случится момент, и как бы неожиданно наша жизнь прорвется, то если мы спасены, мы к Господу переходим. Но вот полное спасение, оно то и наступает в тот момент, когда переход, мы проходим эту границу, и вступаем вот там в Царствие Божье, в Царствие Небесное. Ну, а сейчас, пока мы, получив спасение, и до этого момента находимся где, друзья? На земле. Нам нужно спасение свое что? Совершать, понимаете? Это труд, это борьба, это путь. И вот в этом вопросе, это же второй этап, первое возрождение, а второй этап это освящение. Что это значит? Апостол Павел в послании к римлянам пишет, что Бог, Отец Небесный, Он в плане Своей премудрости, Своей предопределил, чтобы каждый спасенный человек, брат, сестра, любой индус, китаец, украинец, кто бы он ни был, кто отзовется на этот призыв, он должен быть точно похожим на Иисуса Христа. Он должен быть точно соответствовать образу Иисуса Христа. А иначе, если он не такой, как говорят, знаете, торговцы, не кондиция, понятное слово, друзья, не соответствует стандарту, нельзя его туда в Царствие Небесное брать, братья и сестры. Это очень важное понимание для нас. Вот вся жизнь, это преображение в образ Иисуса Христа. Но как это понять, друзья? Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет такие слова и говорит, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Вот смотрите, о чем там идет речь в контексте этого Писания. Там написано, что Моисей, когда входил на гору и имел общение с Богом, его лицо потом сияло, помните, да? И я читал, всегда я так понимал, что он полагал покрывало, когда сильно сияло его лице, когда он имел общение с Богом, чтобы люди могли все-таки приблизиться к Моисею, да, и вступить с ним в общение. А так нельзя, сияет, горит лицо, ну не вступишь в общение. И он полагал покрывало. Оказывается, нет, друзья. Когда прочтешь это внимательно, там это повествование к Римской Церкви, идет речь о другом. Моисей вступал в общение с Богом, и будучи, как один автор пишет, облученным славой Божией, он стал вторичным носителем, излучателем вот этой славы. Но с течением времени это сияние славы у него что? Угасало. И чтобы не видели люди окружающие, что угасает, он раз и полагал покрывало на лице свое. Так вот апостол говорит, мы же все открытым лицом, понимаете? Взираем на эту славу Господню. И мы, взирая на образ Иисуса Христа, как в зеркале. Вот в зеркало мы смотрим, что мы видим, друзья? Себя? А должны видеть Иисуса Христа. А почему? Там должно быть Его отражение. И взирая на Иисуса Христа, мы сами видим, как нам уподобляться, где изменяться, преображаться в этот образ. Понимаете? Мы не просто как зеркало. Вот человек отошел, изображение пропало, и зеркало холодное, мертвое и стоит. Литое листальное зеркало полированное, серебряное покрытое стекло, что угодно. Друзья, у нас мы, живые люди, носители Божьей славы, мы из себя излучаем вот эту Божью славу. Образ Иисуса Христа, где бы нас ни взяли, где бы нас ни прижали, ни продавили, из нас Божья слава исходит. И мы сами вот в этот образ потом отображаемся, смотрим, смотрим, и больше и больше уподобляемся Сыну Божьему. И когда мы готовы, Господь нас берет к себе. И вот там третий этап спасения, когда мы переходим в вечность, первое послание Иоанна, вторая голова написано, мы еще не открылось, что будем, но когда откроется, когда увидим Его, придем туда, вот тогда будем подобны Ему. А пока путь борьба и преображение в образ Иисуса Христа, это путь освящения. А вот совершенное спасение там наступит, друзья. Но Иоанн пишет удивительную мысль. Он говорит, что имея такую надежду, вот на эту встречу, что мы же не можем не соответствовать Ему, если встретимся с Ним, мы просто не будем тогда там, то имея такую надежду на эту встречу, мы себя очищаем, так как Он чист. Друзья, и так каждый благоествующий, выходя на труд, все-таки он необходим, чтобы имел полную уверенность в спасении, друзья, полную уверенность. И не бойтесь задавать вопросы, не бойтесь искать, и к братьям приставать, и читать, и вникать, копайте, углубляйтесь, вы лично для себя решаете вопрос своего спасения, понимаете? Мы не сможем церковью, спасителем, братством. Каждый один персонально будет совершать свое спасение и отчет держать перед Богом. Будем каждый персонально, друзья. Поэтому уверенность в спасении лично каждый, я, ты, мы должны иметь каждый. Третий вопрос, это вопрос нашей веры, друзья. Вопрос нашей веры. Итак, вера есть осуществление ожидаемого, да, и уверенность невидима. Вы знаете, вот нам, благовестникам, ну и мне тоже, я признаю честно, не хватает, друзья, веры иногда. Раздаешь, свидетельствуешь, призываешь там покаянию, все, а люди ушли. И хочется результата, знаете, вот результата. Даже, кстати, самый лучший вот этот метод, это домашнее благовестие, которое мы слышали, друзья, это метод первых христиан, кстати, это один из их принципов. Но и там нужно время, да, а кто-то еще побыл и ушел, и никогда не придет. И нам так горько, больно и обидно. Господи, где же результат? И вот тут нужна вера, друзья, вера, которая нас будет двигать и дает нам уверенность. И вы знаете, когда мы придем в небо, друзья, многих, которые мы благоествовали, мы там встретим, но они не сейчас, может, где-то спасутся, может быть, через 30 лет, может быть, совершенно в другой церкви, может быть, в другой стране уедут, там покаяться, я не знаю. Но у нас вера, вера, которая нам дает твердое основание. Господи, вот уверенность в том, что есть мир духовный, невидимый, божественный. Этот мир побуждает меня закон Божий идти выполнять, идти спасение совершать ближних и окружающих. И я хочу быть инструментом в руке Твоей. Да, я не вижу результата, но я верю. Вера живая какая? Это та, что верит в то, что написано, друзья. Вот это вера. И у нас хорошо, когда есть такая вера. И, друзья, нам легче будет, но эта вера, она откуда берется вообще? Она берется от слышания Божьего слова, понимаете? Вот почему братья всегда обращают внимание. Ты читаешь слово, да вот 5-10 минут там в день, да что ж ты, какой же ты будешь, какой же ты будешь? Ты будешь, как вот эта бабушка иссохшаяся, которая кушать не может вообще. Какая у тебя будет внутренний человек? Какой человек? Да он бедный и совсем там захолонит. Как же ты понесешь это слово спасение? Вера, то от слышания. Вот почему мы собираемся друг друга убеждаем, братья и сестры, в любви Божьей, в милости Божьей, да? От слышания вера. И примеры братья рассказывают. От чего? Нам это необходимо, друзья. И еще, вот почему вера, да? Все-таки нам, друзья, необходимо верить, что наше дело, которое мы совершаем, очень важно. И еще, нас могут отослать, не принять, отвергнуть. Вы знаете, один мужчина, я вот стоим на благовестии и беседуем, и газету хотел ему подарить, а он даже не разворачиваясь ко мне, хотел так длиннуть меня чемоданом, каким-то рюкзаком, я уж не помню чем. Я говорю, уйди отсюда, ты на лоха похож на меня. Я говорю, Господи, ну слава тебе, но хоть он неравнодушный мимо не прошел, пусть он злится, но может когда-то придет и возьмет, может когда-то удастся беседовать. Я говорю, а мы все равно за вас помолимся. И он пошел, я не знаю, друзья, это еще, это еще такие, знаете, мелочи, а бывает намного хуже и пострадать приходится. Но у нас твердая есть уверенность, вера есть у нас в то, что то, что мы делаем не напрасно. И Бог нас, друзья, наградит. Не сейчас, в вечности наградит. Почему? Потому что мы делаем важное дело на земле. Мы его дело делаем. Сегодня он в небе, глава, но на земле тело его. А какое это тело его? Он на небе, глава, а тело его на земле. Как это понять, друзья? А вот оно, тело его сидит, понимаете? И в другом местности там тоже находится тело его. И оно, вот это тело Христова, церковь, оно осуществляет то, что Христос бы осуществлял здесь, на этой земле. Он нам это поручил, друзья. Он нас наградит. Если люди совершенно не оценят наше служение, оно очень высоко будет оценено у Господа. Конечно, братья уже говорили о том, что это служение, благовестие, что дает нам дерзновение в служении? Это поручение самого Бога. Я вас посылаю, Христос сказал, понимаете? Он сказал, я с вами. Вы идите, я посылаю. Это от самого Бога. Это дает нам дерзновение. И еще. Все-таки хорошо, чтобы мы были уверены, друзья, в том, что мы несем людям истину, божественную истину. Вы знаете, вот никогда не нужно сомневаться, цитировать вслух этот текст. Он сильно работает. Я убедился, друзья. Это 8 глава Иоанна, 32 текст. Иисуса Христа слова прямо цитируют вслух. Опирайтесь на Божье Слово. Провозглашайте Божье Слово. Оно могущественное. Оно делает чудеса в жизни людей. Не наше убеждение, а это Слово, друзья. Иисус Христос сказал, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Мы вам истину принесли. Вот возьмите эту истину, читайте, обращайтесь, Бог благословит вас. Вы знаете, когда вы уверены сами, а человек иногда смотрит не на то, что вы говорите, а вот просто в глаза смотрит, понимаете? Иногда он просто, ну как бы сканирует нас, вот проверяет насквозь, а ты-то сам уверен в том, что говоришь. Если мы уверены, если мы несем истину людям и понимаем это, конечно, человек откликнется или может ожесточиться, я не знаю. И еще последний момент. Все-таки хорошо, чтобы мы понимали, друзья, что мы несем людям Божье благословение. К ней притча написана, оно обогащает, помните? И печали с тобой не приносит 10 глава. В Таразаконии, вот там в 30 главе написано, Господь говорит такие слова. Он говорит, что где это слово? Если ты примешь это слово, будешь благословен. Если ты отвергнешь, вот так вот потеряешь и погибнешь. Когда мы несем людям это слово, и мы уверены в том, что это божественное происхождение, истина, то мы говорим, Бог нас благословил в жизни. Я хочу поделиться с вами благословениями. Я вам благословение принес. И мы это благословение можем людям передать, друзья. Ну пусть Бог благословит нас, братья и сестры. Вот никогда не отказывайтесь ни от какого труда. Храните чистое сердце. Имейте всегда желание отозваться на любой призыв. И свое я, друзья, ну надо, знаете, вот все-таки его в костер. В костер это я, потому что трудно Господу с нами работать, когда у нас такое твердое внутри я. А если вот все это будет так, как должно, Бог нас благословит и использует нас для своей славы, и наградит нас, когда мы в вечность придем, и поможет нам пройти на этой земле наш путь, преобразуясь в образ Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь.